Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, меня зовут Яков Фаин, душевный канал будней Америки, 9 мая 2021 года. Прежде всего, конечно же, с праздником победы в Великой Отечественной войне всех выходцев из Советского Союза. Невзирая на то, что сегодня рассказывают и какие факты открывают об истории, каким негативом веет от многих, даже уважаемых людей, все равно большинство людей знает, что благодаря Советскому Союзу нацизм был остановлен. Я вчера послушал передачу Юлии Латыниной, которую я уважаю из Саха в Москве, но я не смог ее дослушать до конца. Но столько негатива про и советских военачальников, и насиловали женщин, и там ужас, и здесь ужас. Было, наверняка было, но все же, я бы сегодня старался больше быть позитивным, хотя, конечно, забывать ничего нельзя. Ну, еще поговорим о войне сегодня, конечно же. Давайте пока, as usual, посмотрим на комментарии, которых стало почему-то мало. Чем меньше комментариев, тем меньше у меня желания записывать в ролики. Так что, если вдруг вы проснулись, а его нет, значит, не было настроения. Так, поехали. Пишет мне Мария на чисто украинском языке, поэтому так же я вам и прочитаю все это дело. Добрый день, Якова. Как всегда, дякую за цікавий выпуск. Щодо вакцин. Мы тут в Украине маємо сильный дефисит вакцин. Але маємо ж фармацевтичные заводы и в Киеве, и в Харкове. Это как минимум того, что я знаю. Я вот думаю, а чому бы не продать рецепт вакцин фармкомпанія? Або сделать какую-то договоренность, чтобы прибудки шли до компании-инвентора. И, конечно, сделать вакцин платную для желающих. В Украине очень много желающих купить вакцину, но вакцин мало, а безкоштовно. Что касается этого, идет разговор в тему, мол, отдайте нам формулу, рецептик, вакцин, а мы тут у себя наладим и все сделаем. Это то, что Байден поддерживает. Во-первых, вакцины были разработаны, конечно же, частными компаниями. Да, в этом случае было влияние денег в разработку этих вакцин. В частности, конечно же, Трампа. С другой стороны, привлечены были международные компании. Скажем, Германия, BioNTech. Как? Что они? Имеют они право голоса в этом случае или нет? То, что Байден сказал, что я поддерживаю, то, чтобы временно приостановить действия вот этого закона, что только создатели могут делать эту вакцину, они обалдели. Даже Анжела Меркель удивилась и подняла брови. Как это? Что это такое? Это не так все просто. Не так все просто. Дальше. Качество вакцины. Я понимаю, что в Харькове, конечно, заводик неплохой. А будет ли он делать такого же качества вакцину, как делают в Америке? Не знаю. Кто это будет контролировать? Не знаю. А если будут проблемы после того, как Харьковской вакциной начнут вкалывать, и народ начнет падать замертово. Прямо после укола. Кто виноват? Мы или Харьков? Не знаю. Не знаю. А что касается Китая. Китая. Чайна. Чайна. Китай. Они тырят постоянно и все. Любую интеллектуальную собственность. Если открыть сейчас формулу для Китая, они тут же стырят, тут же наладят производство лучше, чем в Харькове. Чтобы вы не сомневались. Завалят весь мир вакцины, который будет называться по-другому. Скажут, мы ничего не брали. Это не ваше. Это наше. Надо ли такое делать? Не знаю. Я сомневаюсь, что это прокатит. Сомневаюсь. Я очень надеюсь, что у Байдена это не прокатит. Хотя, еще раз повторю, я вчера уже сказал, я считаю, что фармацевтические компании гребут деньги лопатой. И надо там наводить порядок. И Трамп делал шаги в этом направлении, чтобы каким-то макаром не разрешать им просто грабить американских больных невероятными ценами. А чтобы продавать и, скажем, ту же Канаду, и сюда по дешевке. Ну или дешевле. Чтобы нам потом не тыкали, а вон в Канаде, посмотри, можно купить лекарство дешевле. Которое было разрабатано на разводном штате. Понимаете? Короче, пока не вижу. Не вижу я, что это произойдет. Даже если... Давайте представим себе, что это все-таки произойдет. Маловероятное событие, но допустим. На это уйдет года полтора, не меньше. За полтора года мы столько напечатаем вакцин здесь. Можно, конечно, говорить о том, что давайте там, скажем, бедным странам типа Украины продавать подешевле. Не по 20 долларов у Кольчика, может быть по 10, может быть по 5. Давайте скажем, чтобы Украина, чтобы Украина немножко как-то своим коррупционерам немножко хвосты позажимали, чтобы они меньше в карманы, а немножко денег осталось, чтобы вакцины прикупить. Может быть так как-то попробовать? Не знаю. Я не думаю, что это хорошая идея остановить или приостановить действия патентных законов. Это крайне будет сложно. На это уйдет куча разговоров, встреч. Но не думаю, что это чем-то закончится. А если в Украине много желающих купить вакцину, ну и... Я еще раз говорю, тут надо просто продавать больше. Я думаю, что скоро, скоро ее будет некуда девать у нас в Америке. И Pfizer, и Moderna, которые у нас считаются самыми крутыми вакцинами. И, кстати, хочу сказать, жена моя получила Pfizer вакцину, два укола. Я получил Moderna вакцину. При этом наше отношение прекрасное. То есть не думайте, что если члены семьи получат разные вакцины, у вас начнутся споры необоснованные и так далее. Нет, такого сайд-эффекта нет. Идем дальше. Идем дальше. Пишет Александр Борисов. Это он пишет по поводу того, что я вчера наехал на Такера Карсона, который начал приводить данные некой базы данных, что 3000 человек умерло после вакцинации. И это ужас, ужас, ужас. И согласно базе данных, Wires, которые называют. Я говорил, что это очень было безответственно и глупо. Использовать данные, которые абсолютно ни на чем не основаны. Более того, у него 3 миллиона людей, которые смотрят его передачи у Такера Карлсона. Все при том, что он классный журналист и один из немногих в Америке, кого я еще смотрю. Но он безответственный абсолютно. 3 миллиона. Потом эти все видео были ретвитнуты, репостнуты больше тысячи раз. 2 тысячи, по-моему, больше раз. Сколько людей было отравлено этой информацией, этой дезинформацией. И что нам пишет Александр Борисов по поводу претензий к Такеру Карлсона. В базу данных заносят тех, кто умер от осложнений, только вызванных вакциной, или всех подряд. Если только от осложнений, то какие претензии к Карлсону? Я думаю, что такой вопрос должен был задать себе Такер Карлсона, прежде чем открыть свой рот. Но он его открыл. Не задал. Так что мне очень жаль, Александр Борисов, что вы ему напрямую не написали до того, как он с этой передачи вышел. А ответ на этот вопрос очень просто получить. Надо просто зайти вот сюда. Центр управления по борьбе заболевания, CDC, на эту базу данных, которая называется Wires. И вот, и почитать. У Такера Карлсона английский лучше, чем у меня. То есть он понимает то, что я сейчас вам прочту, лучше, чем я. И вот, в частности, в начале этой базы данных, это open-source база данных, хотите, походите, поластитесь там сами, если вы программист. Disclaimer. Он вот здесь пишет, что это база данных, которые они сами пишут у себя на сайте. Что это база данных, принимает отчеты о странных каких-то событиях или реакциях, которые происходят после вакцинации. Те, которые, health care providers, которые обеспечивают лечение, производители вакцины и публика, просто обычные люди могут туда отправлять данные, в эту базу данных. И дальше они пишут, конечно, очень важно мониторить безопасность вакцин. Но вот эти отчеты из этой базы данных не могут быть использованы, чтобы определить, если эта вакцина причинила или повлияла на вот эти плохие заболевания или, может быть, смерти. Потому что в этих отчетах, в этих отчетах из этой базы данных, информация неполная, они могут содержать неполную, неточную, случайную или непроверяемую. Потому что большинство отчетов или большинство данных, которые в эту базу данных подаются, они добровольные, что означает, что они могут быть предвзятыми. И это создает конкретные ограничения по тому, как эти данные могут быть использованы научно. И поэтому данные из этой базы данных всегда должны, на них надо смотреть, вот с этой точки зрения. Ну что, недостаточно ясно написано, дорогой Такер. Ничего, что я так прям по имени. Как можно было разнести вот эту фальшивку? Как? Так, пошли дальше. Если еще что-то есть, не уверен. Ну что, теперь давайте поговорим о местных новостях. Совсем уже прям местных местных. У нас тут в Южной Флориде есть городок, называется Авентура. И этот городок, там вчера произошел случай. Как вы знаете, есть дизайнерские магазины всяческие. Я вам уже рассказывал, как люди, имеющие значение, там стали толпиться в очередях, потому как пару копеек у них появилось. И, в частности, вчера произошла стрельба недалеко от магазина Хьюго Босс. Хьюго Босс, вы помните, магазин, который армию, гитлеровская армия шил форму военную. И там произошла стрельба. Никто не погиб, три человека ранено. Стреляли друг к другу люди какие-то. И я не могу сказать, у меня нет никаких фактов. Я могу только догадываться. Но мне кажется, что это те, которые имеют значение. Жизни которых имеют значение. Но пока говорить не могу, только догадывать. Пока нет данных. И вот они в очереди стояли. Ну, мы все знаем, что такое очередь. Народ нервничает. Вы здесь не стояли. А что вы передо мной? Куда вы лезете, женщина? Ну, то же самое было и здесь. Но только потом кто-то вытащил пистолет. А кто-то другой тоже вытащил пистолет. Ибо что ходить в Хьюго Босс без пистолета. И так они как-то порешали вопросы. Потом после этого весь молл, весь Авентюра молл огромный. Всех людей вывели оттуда. Полиция ведет расследование. Надеюсь, что они найдут гада паршивого. Теперь. Вчера я вам рассказывал о том, что надо прятаться, покупать вот эти шапки строительные твердые. Потому как летит китайская ракета на нас. И неизвестно, где она грохнется. И китайцы говорят, мы не знаем. Узнаете in a timely fashion. Что вам сказать? Она грохнулась. Она грохнулась. Повезло в этот раз. Она грохнулась в Индийском океане. Чуть к западу от Мальдив. Знаете, Мальдивы. Российские граждане, которые хорошо учились, туда часто ездят отдыхать в отпуск. И у меня поэтому к вам вопрос. Если среди моих слушателей есть люди, которые вчера были на Мальдивах, примерно в 7 часов 24 минуты вечера, если вы случайно смотрели в небо и видели что-то летящее вниз, скажите, как было дело. Напишите. Не стесняйтесь. Короче, уже упало. Уже упало. Такие случаи были крайне редко. Там какая-то в 91-м году советская салют-7 упала где-то там. В Америке такое было. Но, короче говоря, НАСА выступило всем, что китайцы гады-прошибы. И они должны быть более ответственны относиться к своим космическим запускам. Это, кстати, они запланировали 11 запусков, которые должны разные модули своей станции на орбиту отнести. Осталось 10. Так что, если вы уже купили, по моему совету, эту шапку, вот эту строительную каску, желтую, не сдавайте пока. Еще 10 запусков может быть пригодится. Кто знает. Теперь. Давайте поговорим, может быть, о более крупной теме. Все-таки о войне. Наверняка сегодня из всех утюгов в странах СНГ несутся сообщения о победе над фашизмом советской армии. Что 100% правильно. Я с этим согласен. Я считаю, что главная роль в уничтожении нацизма, фашизма принадлежит, конечно же, армии Советского Союза. Можно говорить одно, можно говорить другое. Я вчера включил еженедельный выпуск Юлии Латыниной на эхе Москвы. Там сплошной негативизм. Сплошной. Я не дослушал до конца. О том, какая ужасная была армия советская, какое руководство было и что творили солдаты. Ну, конечно, было все, я не сомневаюсь. Но просто, просто сплошной негативизм. Хотя, конечно, она очень эрудированная женщина и человек, и все. Но я не смог дослушать до конца вчера. Но я не буду вам повторять то, что вы и так знаете, то, что вам всем рассказывают сегодня, по телеку, по радио. Я вам хочу рассказать про американцев во время Второй мировой войны. В середине 30-х годов Соединенные Штаты Америки решили придерживаться нейтральности. Они объявили, что у нас нейтралитет. Хотя, конечно, где-то там в Тихом океане что-то куда-то там делалось. Но как бы нейтралитет. В 1939 году Гитлер вошел в Польшу. В 1940 году Франция легла под Гитлера сразу. Они сдались, руки вверх, все. Мы воевать не будем, просто сдались. Воевала Великобритания, серьезно воевала. И хотя Соединенные Штаты Америки сказали, что мы объявляем нейтралитет. И как бы ничего не хотим иметь дело ни с кем. Но все-таки Великобритания основной союзник штатов. И решили как бы попустить и сделать исключение. И сказали, у нас теперь будет политика, которая называется cash and carry. Cash это наличное, carry это нести. А что это значило? Это значило, вези сюда денежки полностью. За военное какое-то оборудование, которое тебе надо. Или обмундирование, ну не знаю что. И сам же вывези его. То есть самовывозом забирай. А мы будем тебе штамповать оружие и все, что хочешь. В Великобритании. Соответственно, в Америке появились новые рабочие места. Государство стало более активно вмешиваться. Командовать, что выпускать, что не выпускать. Форды не выпускай. А надо переделать на оружие. И женщины пошли работать на эти заводы тоже. Это уже, наверное, подальше, когда началась война. С 41-го года, может быть, вот так. Но, тем не менее, пока штамповали для Англии. Для Англии штамповали оружие. И Англия его забирала. Но, в это время, в 41-м году, ну, конечно, в июне началась война с Советским Союзом. Советский Союз вступил в войну. Америка пока еще была все нормально. У Гитлера были союзники. Италия и Япония. И вот японцы, которые давно хотели быть главными в Тихоокеанском районе. 7 декабря 41-го года. Отправили 300 самолетов. Или около того, чуть больше, может, чуть меньше, не знаю. И начали бомбить Pearl Harbor. Это американские военные там находились. Это на Гавайях. Кажется, что Гавайи, да, это там где-то же. Это как раз там, в Тихом океане, недалеко от Японии. Это далеко. 4 тысячи миль все-таки. Эти самолеты каким-то макаром прилетели туда. И бомбили. Они уничтожили 18 военных кораблей полностью американских. И 2400 человек погибло. Американцев. В результате этой бомбежки. Американцы обалдели. Как говорится, what the fuck. Откуда-то прилетело нам внезапно. Вот. И Япония объявила войну Америки. Или Америка объявила Японии войну. А на завтра Гитлеровская Германия объявила тоже войну Америки. Соответственно. И таким образом Европейская война превратилась в мировую войну. Кстати, я забыл сказать дисклеймер. Все, что я говорю, может быть не так. Или не точно. Я не историк. Повторяю громко. Потому что тут народ сидит с микроскопом, с наушничком, с мониторингом. А вдруг я что-то не то скажу. Я говорю то, что я знаю. Может быть я не прав. Но я не историк. Я надеюсь, вы меня поправите, если я где-то скажу что-то не точно. И вот началась практически Вторая мировая война. Где мы, а где Европа. Соответственно оружие стали штамповать. Стали помогать всем союзникам. Советский Союз тоже в частности был союзником в борьбе против Гитлера. Стали штамповать много оружия. Там каждые 5 минут самолет делался. Типа того. Каждые 5 минут. В Штатах. Сделали какие-то программы. Ленд-лиз. По которым отдавали оружие союзникам. С тем, что каким-то макаром потом они рассчитаются. Это уже был не кэш-н-кэрри. В это время шла война, конечно. В основном Советский Союз воевал. Воевала также Великобритания. Как я уже сказал. Потом уже в какой-то момент стали... Да, Штаты воевали где-то здесь. Там в Пасифик. В Тихом океане. В Тихом океане. Там на одном острове, на другом острове. Где-то там были военные действия. Там где-то с Филиппинами. Что-то у них было. Вот. С японцами, естественно, тоже, да. И в конце концов... В конце концов... Соединенные Штаты отправили военных. Сначала куда-то на Северную Африку. Потом в Италию. Хотя ожидали, что они начнут раньше. Там более активно. Во Франции высадка. Помните, была на Нормандии. Но это уже было позже. Но, тем не менее, миллион американских солдат укатил в Европу воевать. То есть, это солидно. Причем, что интересно, тогда уже черные, black, African Americans, они стали участвовать добровольно в армии. Я не знаю, как они раньше участвовали. Там были какие-то сегрегационные отряды военных. Но они стали более активно участвовать. Их стали более активно брать на работы на эти заводы. Женщины американские с отверткой в руках собирали самолеты. Правительство американское очень сильно тогда начало воздействовать на экономику. Кого-то заставлять что-то выпускать. Заводы перепрофилировать. И, в частности, налоги, они под этот шумок стали тоже увеличивать. Если до войны платили налоги 4, federal tax, государственные налоги платили 4 миллиона людей, то после войны 40 миллионов уже платили. Причем, они придумали уже налоги federal taxes вычитать прямо из вот этого pay check. То есть, когда человек получал уже чек за работу, уже там были вычтены налоги. И, короче говоря, шла война здесь, в Европе. Американцы участвовали, конечно же. И в мае, в мае 8-го, 9-го мая, кто когда услышал новость, Германия капитулировала. Германия капитулировала. Закончилась Великая Отечественная, как говорят. Но Вторая мировая еще не закончилась, потому как Япония не собиралась отступать. И не сказала, что мы сдаемся, и мы, типа, не будем воевать с Америкой и так далее. То есть, Вторая мировая война продолжалась. И вот где-то в июле месяце, а, кстати, параллельно в конце уже шел, разрабатывался проект, который назывался Manhattan. Разрабатывали атомную бомбу. Ученые. Наши ученые, американские, многие из них, те, которые сбежали из Европы, ученые. Кстати, о евреях. Кстати, о евреях. После войны в Америке стали говорить о диверсификации, что мы боролись там с расизмом, с нацизмом. А у нас он и есть. И стали, как бы, чуть-чуть попускать получше, вести себя с другими меньшинствами. Ну, в частности, например, в 1942 году японцев, за то, что они натворили в Перл-Харборе, 110 тысяч японцев отправили в лагеря в Америке. Из них две трети были уже американские граждане японского происхождения. Скажем, евреев пустили всего 21 тысячу во время войны иммигрантов. В которые евреи бежали из Европы, 21 тысячу всего пустили в Америку. Сравните с сегодняшней ситуацией, что делает этот Байден. Ой, какой ужас. Я слышу его фамилию, у меня портится настроение. 200 тысяч в месяц не хотите? Через южную границу заходят спокойно в Америку. Не все из них идут и регистрируются. Там процентов 30 не регистрируются. Что у них на уме и что у них в рюкзачках, не знаю. А тогда 21 тысяча евреев пустили. Как вам нравится? Ладно. Сейчас стало лучше с евреями у нас тут. Ну вот. Так о чем это мы? Да. В июле прошли успешные испытания атомной бомбы. У нас здесь. В Штатах. И генералы стали говорить Трумэну, который тогда был президентом, что, мол, надо что-то делать с Японией. Если мы будем воевать с ней обычными способами, то вероятность того, что умрет до миллиона американцев, погибнет. Очень велика. И давайте закончим войну быстро. Одним ударом. И его уговорили, чтобы сбросить атомную бомбу. 6 августа 1945 года была сброшена первая бомба на Хиросиму, где погибло 1080 людей, и часть еще потом погибла после уже, через какое-то количество месяцев, от радиации. Через три дня, 9 августа, бросили вторую бомбу на Нагасаки. Там тоже погибло 1040 человек. И Япония капитулировала. Конечно, идут разговоры моральные. Это аморально, как вы могли, гражданские люди. Но никто не вспоминает о том, что во время войны от традиционного вооружения, во время Второй мировой войны, 40% погибших были мирные люди, не военные. Так же и там. А там, кстати, скажем, в той же Хиросиме было 40 тысяч военных. Японских. Я не говорю это, что я оправдываю. Но были и здесь очень много мирных жертв. Скажем, я не говорю о советских жертвах, это ужас, конечно. Бомбардировка Дрездена, 25 тысяч человек мирных погибло в Дрездене. Ладно, не будем об этом. Вот таким образом все видится отсюда, из Соединенных Штатов Америки. Вам видится, конечно, по-другому, но я бы хотел все-таки... Я рассказал, собственно, то, что я знаю, понимаю. Может, вы меня поправите, если это было не так. После войны, конечно, был подъем экономики здесь, в Америке. Были определенные изменения в структуре, в производствах. Ну и там в дальнейшем уже пошла... Попустить... Стали попускать с черными. Ну ладно, давайте об этом уже не говорить. Война закончилась, но мы не забудем, как говорится. И never again. Never again. Надо говорить. Одни гады паршивые говорят, можем повторить. Это в России я слышу. Я не хочу ничего, чтобы повторялось. Never again. Никогда снова. Никогда, чтобы не повторилось. Ну и напоследок хочу вам сказать пару слов буквально вот о чем. Вот о чем я хочу вам сказать. Ну так, чтобы повеселее закончить этот такой грустный выпуск. Может быть... Давайте я вам покажу вот эту картиночку. Давайте я вам покажу вот эту картиночку. Вот она. Что мы на ней видим? Это из Белоснежки. Белоснежка из Ямгнова. Конечно, кто не знает эту сказку. Вот на этой картинке показано, как спящая Белоснежка. Она много спала, много лет. Или на сколько она лет спала. Не помню сказку уже. Но принц ее поцеловал, и она ожила. Чего бы это я вдруг вспомнил про Белоснежку и Семь гномов. Дело вот в чем. Как говорил мой друг Мусик. Может он и сейчас такое говорит. Дай Бог ему здоровья. Страна катится в бездну. Я вам сейчас расскажу, что у нас тут стругнули. Вам мало не покажется. Ну, вы же знаете, что в 1937 году Дизней выпустил этот известнейший мультик про Белоснежку. И, в частности, у Дизнея есть парки, аттракционы. Вы тоже это знаете. Скажем, у нас во Флориде, в Орландо, есть такое называется Disney World. В районе Лос-Анджелеса, в Калифорнии есть Disneyland. И еще есть много таких парков в разных точках мира. И вот они уже открываются там, в Калифорнии. Соответственно, обновили всякие аттракционы. И обновили аттракцион, который про Белоснежку. А вообще там, они, конечно, делают обалденно. Аттракционы там со вставками мультиков, фигурки, гномы. Все как дети балдеют просто. Если вы живете в Штатах и не отвезли своего ребенка в одно из этих заведений, я вам очень настоятельно рекомендую это. Для детей это просто рай. Рай на земле. И вот начали писать. Отдельные писаки. Отдельные писаки начали писать. Что этот принц сделал? Вы посмотрите, что это он сделал. Он поцеловал ее в губы, а ведь она согласия не давала. Белоснежка-то. И это делает рекламу или промоут, не знаю, как сказать промоут по-русски. Насилие над женщиной. И было бы очень неплохо, если бы Дизней переписал концовку в соответствии с новыми веяниями, чтобы этого не произошло. Потому что мы посылаем молодежи неправильный сигнал. Это такой ужас, люди. Я понимаю, у вас денег нет, но вы держитесь. Чтобы в вашей стране не было и близко такой дурости, которую мы видим сейчас. В Советском Союзе Коммунистическая партия принимала идиотские решения. Все знали. Мы все все знали. И это, то, что я вижу здесь, это отголоски того, что я видел в Советском Союзе. Такая тупость, такая глупость. Что вы делаете, люди? Ну, чтобы вы особо не грустили, я вам напоследок расскажу анекдот в тему. Пробила снежку и семь гномов. Гномики очень любили Белоснежку. И когда они хотели ее поцеловать в губке, они становились друг к другу на плечике. И самый верхний гномик номер семь целовал Белоснежку. Но он всегда немного завидовал гномику номер пять и гномику номер три. Будьте здоровы!